Когда ты работал у Савика Шустера, сегодня Савика Шустера в украинском телеэфире нет. Это плохо для Украины или хорошо? Знаете, Савик Шустер, я очень большим уважением отношусь как человек, опять же, понимая все его слабости и все перипетичи, через которые он прошел, потому что большой путь мы прошли вместе. Савик Шустер действительно долгое время был таким символом свободы слова и был выходом, выхлопом. Сейчас, мне кажется, в Украине с этим проблем нет. Посмотрите, какое огромное количество и разговорных студий. Разговорных студий раньше было вот такой, разговора такого не было у нас. Но лучше Савика никого нет по-прежнему. Да, это другой вопрос, в том, что у нас профессионалы не появляются. Но, к сожалению, у меня, тут это не претензия, но и из студии Савика Шустера не вышло так много специалистов. Савик мог учить других. То есть мы не получили когорты новых журналистов, обученных на студии Савика Шустера, к сожалению. Что касается вообще свободы слова слова, то, что после ухода Савика, я могу констатировать, что сейчас, рассмотрев несколько каналов в стране, можно составить общую картину. Это большое достижение того, что было после Майдана.